Восточный пир Пять лет тому назад я приехала здесь. Конечно, вы знаете, когда люди эмигрируются, проходят через все. И я тоже проходила как все, понимаете, начиная от фабриков, заводов, клининги. И последняя моя работа была, я колледж закончила, я работала в ПСВ. И все равно три года тому назад меня все равно мысль не покидала, что открыть свой бизнес так, как я на родине имела свой бизнес. Я занималась 12 лет бизнесом. Так что все равно, когда человек мечтает, думает, когда это происходит, это большое счастье для человека, я думаю так. Вы знаете, я сама родом из Таджикистана. Ну, за океаном люди всегда думают о родине. И я хотела вот это все предоставить таким образом, что когда люди сюда приходят, чувствовали себя дома. Как вы догадались, ресторан Таджикистан – восточная кухня и восточный колорит. На стенах ковры, халаты, тюбетейки, шарфы с национальными орнаментами. Все это из настоящей среднеазиатской жизни. Если же мы говорим о блюдах народов любой национальности, то они складываются исторически, в них зримо отражаются народные обычаи, традиции, вкусы. Так и таджикская кухня сложилась в процессе многовековой истории и до наших дней сохранила свои самобытные черты. Главное национальное блюдо, конечно же, плов, который на Востоке считается катализатором мужской силы. А любимый напиток таджиков и всех азиатских народов – зеленый чай, который, как известно, очень полезен. Ресторан «Таджикистан» демонстрирует шедевры таджикской и узбекской кухни. Изящные манты, скрывающие сочную, ароматную начинку из парной баранины. Аппетитная самса из слоеного теста. Лагман, лепешки и многое-многое другое. Для дейтаманов – кошмар. Остальным настойчиво рекомендуем. Повар у меня уйгур. Он делает настоящий уйгурский лагман. Так что все, что здесь будет делано поваром – это настоящее. Я хочу, чтобы вот этот вкус, который был на родине, люди чувствовали здесь тоже так же. В этот знаменательный для Шахло день – открытие ресторана «Таджикистан» – здесь собрались ее близкие друзья. И каждый из них нашел теплые слова в адрес хозяйки, ее семьи и ее бизнеса. Шахло – очень близкий друг, очень теплый друг нашей общины. И сегодня мы все радуемся ее успеху. Она всегда с нами и в радости, и в беде. Шахло – это человек большой души. И сегодня для нас это такое открытие, что она оказывается еще и бизнес-кома. Хотелось бы, чтобы сегодняшнее открытие было началом, чтобы зал у тебя всегда был полный. Чтобы клиенты всегда были довольны твоей едой, чтобы у повара твоего была легкая рука, чтобы бизнес свой процветал. У всех были праздники, у всех были хорошие тои, чтобы было что праздновать. И когда есть что праздновать, на что праздновать, чтобы праздновали здесь. Самый главный компонент здоровья, я думаю, это хорошее настроение. И вот это, кроме того, что мы получим положительные эмоции от тех блюд, от тех азиатских блюд, которые здесь готовятся, здесь это место, где вы можете создать, где вам помогут создать хорошее настроение в первую очередь. Пускай будет побольше таких мест из наших сред, из наших азиатских кухней. И мы всегда будем с удовольствием сюда приезжать, с удовольствием будем постоянно присутствовать здесь, проводить свои какие-то вечера, дни рождения и так далее. Я вырос в Ташкенте, родился. И знаете, что я хочу сказать? Я чувствую себя здесь как дома. Это действительно хорошо, это вкусно, это красиво. Я рад вас всех видеть. Вот где можно нам всем собираться. Собираться, справлять дни рождения, праздники. И молодец, не надо бояться. А мы все должны все-все вместе поддерживать. Вот татарская комьюнция пришла, узбекская комьюнция пришла, еще какая-нибудь таджикская, грузинская. Все должны приходить и справлять. Восток, как говорится, дело тонкое. Особенно, если мы говорим о танце живота, который является одним из самых сильных и загадочных танцев современности. Красота, выраженная в движении. Он одновременно духовный и сексуальный. В нем есть что-то магическое. Танец живота начали танцевать жрицы много веков назад. Главной целью этого танца было, конечно же, соблазнение мужчины. И это неудивительно. Этот танец способен не только соблазнить, но и свести мужчину с ума. Мы воспринимаем танец живота лишь как очень красивый, восточный, эротический танец. Оказывается, это не просто танец. Многие заболевания можно вылечить с помощью танца живота. Движения, выполняющие во время этого танца, укрепляют и оздоравливают женский организм, устраняя множество проблем. Движения, выполняющие во время этого танца. Но вернемся к нашему событию. Концертную программу, или так называемую интертейнер, продолжила певица Нэнси Адежо. Как только я сюда зашла, я сама из Алматы, из Казахстана. Родилась, школу закончила, вот недавно только со своей семьей сюда приехали. Как только я сюда зашла, такое чувство, как будто дома. Мне все кухни Таджикистана, уйгурская кухня, казанская кухня, русская кухня, украинская. Каких только ни перечислить, все знакомые. Так что очень за вас мы рады, от моей семьи тоже вам привет. Всех благополучий, успехов, огромных успехов. Полных залов друзей, семьи, новых знакомых, конечно, и процветания. Субтитры создавал DimaTorzok Затем весь остальной вечер для нас пел Марат Ильясов. Я прошу друзей своих, а дела все позовы. За праздничным столом, всем бокалами надо лей0000, наливай бокалы полный. Пусть вино согреет нас. Нету жизни без друзей, бьют друзья. Пусто похожить, наливай бокалы полный. Пусть вино согреет нас. Нету жизни без друзей, бьют друзья. Опять за вас.